Мы можем поговорить на любую тему, связанную с нашей сегодняшней темой. Можно, да? Просто мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов, политических, и разных. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Юра, это провокация. Провокация, по-моему. Мой помощник не мог вам позвонить, поэтому... Ну, не ваш помощник, но кто-то. Ну, какой-то чудак, да. Уже не сходу. Ну, да, есть вопросы, честно говоря, и давно накопилось, и пользуясь случаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь собрался, потому что вы видите перед собой, может быть, зачатки настоящего гражданского общества, о котором вы говорите, и нам оно снится, да, это общество. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое, свобода, слово так, то есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это, скорее, сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князь, князей и бояр, да, с мигалками, и есть тяглый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. С другой стороны, ведь единственный выход, чтобы все были равны перед законом. И боярик, и тяглый народ, и чтобы шахтеры не шли в забой, как штрафные батальоны, да, вот, чтобы это было все по-человечески, чтобы у нас было личной стране, свободной, уважающей себя, и тогда поднимем патриотизм. Потому что патриотизм плакатом его не создашь, а у нас, я вижу, очень много, и я не один, интеллигенция, очкарики, скажем так, мы видим очень много, и вот видим этот плакат внешний, проявления, попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили, только гражданского общества, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно, всех, и вас, и меня, тогда вот здесь что-то начнется. Что-то начнется, и мы будем строить и больницы, и помогать и детям, ну и вообще нищим коллегам, старикам, и все это будет идти от души искренне и честно. Но для этого нужна свобода прессы, потому что, потому что ее сейчас нет, есть полторы газеты, и там полтелевидение. На самом деле, то, что мы видим по ящику, извините, это просто, это не полемика даже, это просто, ну, те же марши и гимны. Вот, и на самом деле протестный электорат растет с вами. Он растет, вы это тоже знаете, много недовольных в сложившейся ситуации. Как вы думаете, произойдет ли, вот, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно, либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману, да. Но вообще репрессивные органы, их очень много у нас. Я вам искренне вот задаю этот вопрос и завершаю практическим вот таким вопросом. 31 мая будет марш несогласных Питер. Он будет разгоняться или нет? Все. Пока, да. Но я могу вам дать то, что мы с ребятами тут сочинили вам. Даже не сочинили, а какие-то факты, какие, то, что происходит в стране, наше мнение. Хорошо, спасибо. Я обязательно посмотрю. Прежде всего, хочу сказать, что без нормального демократического развития будущего у страны не будет. Это что? Будущего у страны не будет. Конечно, не будет. Это очевидный факт. Очевидный. Потому что только в свободном обществе человек может реализоваться. А реализуя себя, и страну развивает, и науку развивает, и производство развивает по самому высокому стандарту. Если этого нет, то наступают последствия стагнации. Это очевидный факт, и всеми понимается. Значит, это первый тезис. Второй. Все должны действовать в рамках закона. Вы абсолютно правы. Значит, ну вот с этого момента наступают вещи, которые требуют профессионального подхода. Вы упомянули про шахтёров. Да. Я могу вам сказать, что я очень близко к сектору принимаю всё, что там происходит. И я тоже. Да. Значит, но профессиональный подход требует взвешенного анализа и правовой, и экономической ситуации. Вот почему там одна из причин того, что там происходит, почему это происходит? Мне говорят, что одна из причин – это потому, что постоянная составляющая заработной платы на них решает. Так, что у нас пацаны, например, в 46-45%. Да. А всё остальное – это любой премии. И за эту премию люди идут туда, в шахту, и идут даже на нарушение техники безопасности. Ну, я-то тоже в курсе, да. Значит, я принял такое решение и дал соответствующее поручение с тем, чтобы вот эта постоянная составляющая была, скажем, не менее 70%. Но, Юра, хочу вам сказать, что это касается, допустим, коксующих субъектов. Вот сейчас начинается парфиональная часть. А есть энергетические угли, где уровень рентабельности гораздо ниже. И там, вот если увеличить, а это всё в тарифе сидит, это постоянная составляющая. Если там её увеличить, бездумно, да, то может наступить ситуация, при которой все шахты, где добываются энергетические угли, просто будут закрытыми. Они будут нерентабельными. Если вы выступаете за рыночное хозяйство, то в условиях рыночной экономики они просто закроются. А я так понимаю, что вы сторонник рыночной экономики. Они директивны. И они закроются. Значит, это только одна составляющая. Теперь вы говорите, вот милиция служит таким, и он служит таким, только начальником. В милиции всяких людей хватает. Это там срез нашего общества вообще. Вот, да, это часть страны. И там не с Марса люди приехали. Там есть люди, которые верой и правдой служат своему народу. И не жалеют не только здоровья, и жизни своей не жалеют. И подпуле ведут. И своими машинами, те же самые гаишники, которые мзду снимают, и бабки стрибут на дороге. Есть такие, но есть такие, которые детей своим телом закрывают. Машины подставляют и погибают. Есть такие, поэтому мазать, мазать всех одним черным йогтем считают несправедливым. Я не мажу, но есть таких, кто... Нет, 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 вы не мажете, но вы сказали, вы сказали, менты, они служат начальству, они народу. Вот так сказали. В основном, да. Нет, Ёррр, почему? Вот я хотел... Ёрр, да, я на маршнице согласен. Нет, нет, секундочку. Сейчас я иду на маршнице согласен. Нас 500 человек. Две с половиной тысячи, а мало что поддискутировать. Я не буду кубить. Слышь, я внимательно слушал и не перебивал. А вот то, что в дискуссии не получилось, у нас получится базар. Хорошо. Значит, ну так вот, значит, я считаю, что несправедливо всех поддруга ребёнок. Хотя проблем там хватает. У нас такой уровень общей культуры. Как человек только получает какое-нибудь удостоверение, палку какую-нибудь в руки, он начинает размахивать и пытаться зарабатывать на эти дни. Но это характерно не только для милиции. Это характерно вообще любой сферы, где есть властные полномочия и возможность получить вот эту... сумасшедшую ренту административную. Значит, по поводу марша не согласны. Есть определённые правила. Они, эти правила, предусматривают, что такие мероприятия регулируются местными властями. Кроме тех людей, которые выходят на марш, согласных или не согласных, есть и другие люди, о правах которых мы не должны забывать. И если вы решите провести марш не согласных, я же прошу прощения за, может быть, слишком резкие вещи, скажем, в больнице, где будете мешать... Нет, 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 а да. Где будете мешать детям, скажем, больным? Кто вам позволит там проводить этот марш? Из местных властей. И правильно сделают, что запретят? Может, нет? Нет. А теперь вы хотите провести вот там, где, допустим, люди должны в пятницу воехать на дачу? Ну, к примеру, просто. Или в воскресенье вечера вернутся с дачи? Да они вас там такими мутюгами покроют. И местные власти заодно. Но это совсем не значит, что власть должна прикрываться теми вещами, о которых я говорю, и создавать условия невозможные к проявлению свободы службы. Это вопрос, который должен решаться вместе с вами. И я надеюсь, что в Петербурге будет сделано именно так, по уму, с правом для граждан выразить свое несогласие с политикой власти по тем или иным вопросам, но с тем, чтобы люди, которые будут участвовать в этой машине, не мешали другим, которые не хотят демонстрировать, а хотят просто добраться домой вовремя, хотят поехать к семье, к детям, дам и так далее. Вот нужно выработать. На самом деле, я хочу, чтобы вы поняли, для меня, уверен, для других представителей государственной власти, вы знаете, это не мешает, наоборот, помогает. Если я вижу, что люди вышли, и не просто, чтобы побазарить, так и попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание, что же здесь плохого. Спасибо, надо сказать. Вы видите, местные власти, они тут же забивают все площади всякими там каруселями, не знаю, вот этот день. Тут очень много лицемерия просто. Я с вами здесь согласен. Но я хочу сказать вам, что в прошлом году вот весь город бился за спасение архитектурной вот центра Петербурга. И как давили, вы даже не писали. Давили, просто страшное дело. А ведь мы дрались за городом. Просто потому что мы же в нем родились в этом удивительном жемчужином мире. И ведь что, какие припоны только, чего только не было. А народ от этого звереет. А зачем это делать? Продолжение следует...